всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 4 сентября почти весь огород у меня уже убран осталось немного тех которые попозже посадила и экзотика новинка которые я высаживала в последнюю очередь и смотрела думал как думала так если хватит места высажу если не хватит места значит следующий год одним из таких сортов у меня сорт сумасшедшие ягоды барри еще называют сумасшедшие вишни барри они приехали ко мне аж с архангельской области с города котлас от татьяны кусовой почему я запомнила ее имя и город потому что очень интересное название если честно когда они ну когда я письмо получила открыла прочитала мне стало смешно думаю но селекционер до чего только не додумаются уже томаты начали называть сумасшедшими но когда я их увидела я поняла почему им дали такое название вы сейчас сами посмотрите как я уже говорила я высаживала их последнюю очередь думала если хватит места высажу не хватит нет когда весь огород засадила у меня остался вот здесь около собаки у нас есть небольшой кусочек земли прям буквально два квадратных метра иногда я сюда высаживаю кабачки иногда грядку делаю огуречную тут вот рядом бассейн и тут рядом дорога тут места почти нет я вот сюда сунула одну как один томат сумасшедшие ягоды барри сюда один в теплицу чтобы как обычно испытать их но и в тех и других условиях где они хорошо растут я сейчас вам расскажу о нем немного а потом покажу и покажу все вот это вот эту плодовитость это урожай нас этих сумасшедших ягод это действительно сумасшедшие когда я прочитала в описании что у них по 50 штучек плодов в одной кисточке мне конечно не очень поверила в том думаю ну ладно но если там три или четыре кисти их возможно будет 50 но когда я сейчас вот начала вышла я посчитала кистей у меня около 30 и в каждой кисти вот такое огромное количество но не сосчитаешь какое огромное количество вот этих томатов конечно из-за того что я его высадила в последнюю очередь некоторые даже но не успели полностью сформироваться но сейчас погода хорошая хочу их оставить пусть они дозревают вообще это сорт тоже американский тот же самый селекционер создал автор вот этой аметистовой драгоценности многих томатов бекалор он очень много интересных томатов вывел и вот эти сумасшедшие ягоды барри это тоже его авторство томаты конечно это черри написано что их нужно подвязывать хорошая опора нужно потому что они вырастают очень высокими и очень урожайными куст буквально весь увешан вот этими гроздями но так как я не собиралась за ними сильно ухаживать и высадила здесь ну так на пробу посмотреть какие будут вот видите вот это все один куст сейчас я пройду вот видите где начинается вот это вот все что лежит на земле вот эти кисти вот эти вот все идет вот от одного от этого кустика и так как я не стала их не формировать не подвязывать видите они в разные стороны вот прям полноценные плоды ой стволы создались и дальше 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 это все вот она это все один и тот же материнский куст и еще он даже вот туда спустился как бы лианы вот эти спустились туда в бассейн у нас бассейн старый недействующий я их сейчас подняла и сюда запрокинула потому что они там начали осыпаться уже сейчас отберу но в теплице я уже обобрала семян очень много кто хочет вот эту такую экзотику новинку посадить у себя на участке они действительно очень урожайные очень плодовитые несмотря на то что вот здесь выращивали совсем без ухода по принципу посадил и забыл но это видно вот валяются все эти сумасшедшие ягоды прямо здесь вот недалеко от собачьей будки это даже и не огород ты уже у нас а так проход между бассейном и собакой и я испытала их для любителей томатов черри это прекрасный вариант такое огромное количество помидор без всякого здесь даже полива ладом не было потому что здесь нет ни капельного полива но я вообще удивилась что он показал такие результаты неприхотливость непревзойденная вот полнейшая вообще ничего с ним не делала я его конечно выращивала по принципу посадил и забыл но вообще его можно выращивать в теплице вместе со всеми другими вести в два ствола дает очень много кисточек цвет желтый и такой как бы с немного с прозрачностью как вот написано с легкой прозрачностью видите они не матовые а как бы это ну как полупрозрачные такие вот как бывает когда переспеливаю яблочки все вот это в моем каталоге номер 224 тоже новинка этого сезона конечно это сорт коллекционный магазинах его можно не искать мне вот я от частного лица получила как уже говорила от татьяны кусовой с архангельской области с города катлас даже название такое по моему я не слышала очень диковинные томаты интересные ну конечно это не для томатного сока у кого есть дети кто некоторые любят черри для каких-то для оформления блюд для заготовок пожалуйста вот сумасшедшие ягоды чаще покажу как как они из теплицы у меня вырвались при теплице я уже говорила что это мы их обобрала просто куст еще не выдернула но не дошли руки и смотрите сумасшедшие ягоды баре вырвались вот в эту щелку пробили там себе дорогу и начали дальше плодоносить вот здесь у них полностью цветы уже завязались маленькие вот эти сумасшедшие ягодки и они решили себе второй шанс дать вот сумасшедшие ягоды баре